добрый вечер друзья сейчас вам покажу что в этой посылке это это уже третье за время как я продаю яйцо перепелиная почта и как бы и там аж 744 штуки в общем сейчас вам покажу и вы поймете о чем это знаете это я только что сидел и старался а знаете что хочу сказать много много людей относительно много но часто замечают таких людей которые мне пишут что я абсолютно все перевожу в деньги ну друзья если у вас не будет денег у вас не будет ничего и странно знаете это вроде и разные люди пишут но одни люди пишут что утенка надо поймать одни пишут что перевожу в деньги другие пишут зажрался когда выставил фотографии с фотосессии но друзья я деньги на фотосессию заработал и в своих роликах я вам и все показываю как можно заработать на чем и всегда рассказываю сколько потому что как бы сказать что заработать можно это одно а сказать сколько это уже человек для себя решает достаточно ли это хороший заработок или нет и заниматься этим или нет ну в общем одна мадам буквально вчера я с нее посмеялся на самом деле и в комментариях ей ответил так с сарказмом потому что написала все перевожу в деньги под роликом где посчитал что затраты на рассаду окупились а смысл тогда их садить если они не окупаются я и так не вижу смысла то есть как бы и ничего такого нету когда я считаю что то ну в общем сейчас я уткам с кастрюлю там выступлю всем привет до барбера осталось три дня вот так я думаю раз вы поняли что я говорю о перепелиных яйцах то думаю что вот паразита кстати у меня спрашивали что я делаю с тем что у меня кусок ну что мускусы выдергивают перо и жрут его я беру и обрезаю клюв безжалостно не полностью безжалостно звучит да а кончик вот этого клюва прям до крови она ничего страшного заживает буквально на следующий день уже утка чувствует себя нормально но она не может дальше клевать это самый действенный метод и я его повторяю каждый божий день то есть я вижу вижу кто клюется и вот смотрите я прям только что видел что этот селезень клюется и у него клюв уже подрезан но можно его немножечко обновить ранка ему будет не будет давать ему клеваться все я подрезал ему клюв ранка не будет давать ему клеваться и это поможет мне вот это все остановить потому что мускусы когда они находятся в таком закрытом пространстве в котором как сказать в котором есть разновозрастная птица то никуда ты не денешься каннибализм вот этот такой выдергивание перышек он будет присутствовать как бы я стараюсь им и травы какой-то нарвать и кабачки и арбузы и всякие отходы пшеница ну как бы в постоянном доступе но это все равно происходит обрезать клюв это не страшно это не сложно подрезали и все и вы его успокоили как бы но она у него зажило и он начал опять клеваться поняли потому что есть маленькие утята есть кого выдернуть так что вот так но теперь давайте вернемся посылочка ну короче я думаю вы поняли да вот написано новиком посылочка для меня и вот тут такой прям большущий объем яиц для лотков для перепелиных вот яиц это прям шикарные лотки не нравится еще раз повторюсь тут то чуть чуть меньше чем 750 штук это уже третий лоток не говоря о том что я сколько яйца продаю здесь и еще не говоря о том сколько мы еще скушали то есть если образно почти посчитать так в общих чертах и ну вы знаете что у меня есть яйцо дорогое и есть яйцо на еду которая дешевая до 50 гривен лоточек вот такой и есть яйцо на инкубацию которая по четыре гривны за штуку и в общем если не считать дорогое яйцо и яйцо на еду в общей массе посчитать если по 4 гривны то можете сами умножить вот полторы тысячи лотков скажу вам честно сегодня отправил последние у меня есть еще один заказ на яйцо ну как один не один есть четыре но один уже оплатили и у меня яйцо есть а лотков не было и в общем я в экстренном порядке я просто сам просчитался пошел в гараж за лотками а их нету короче быстренько в тот же момент заказал и они мне вот на следующий день пришли и посылку мне оплатили а мне не в чем было отправить поэтому я отправлю завтра и и сало я отправил вот только сегодня у нас трижды выключали свет за это время она просто я боялся чтобы она подмерзла прям камень такой прям хорошо и вот сегодня у меня получилось отправить и победительница и тем которые заказали вроде всем ответил что посылка к вам едет ну в общем пожалуйста придите завтра и заберите свои посылки вот такие вот дела и еще просили показать так еще нужно этим обормотом кабачков нарезать чтобы они меньше занимались баловством просили показать поросят чтобы понять какого я убрал это конечно а что понимать самого большого которого мы меряли я сейчас будем их кормить я вам покажу что там осталось сейчас все песочек рассыплю я думаю что они ну а Продолжение следует... 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 Да, еще написали, интересно, типа, а если, ну, типа, вот это что, поросята все от коржика, вот один только вьетнамец, интересно, на вьетнамце сало толще или не толще? Ну, что я могу сказать? Будем об этом узнавать попозже, где-то с весны, где-то в феврале, может, в марте. Вот эти поросята, которые у пупырки, которые у манки и которые от овсянки, они же вот эти самые слабые, они будут оставаться у меня на племя, ой, на племя, на мясо, и тогда по весне можно будет убрать их, как бы, вместе, да? Ну, знаете, вот это от коржика, а вот это не от коржика, визуально по ширине спины они одинаковые, то есть не думая, что на вьетнамцах сало будет еще толще, чем на этих, то есть, как бы, достаточно одинаково. Кэш, на! Оп! Во! Так что, вот такие вот дела. Тут надо сейчас что-то повыгревать, вон, смотрите, какие молодцы. Ну, это и вчерашняя, и сегодняшняя курица сидит, а эти начали нестись тут. Хорошо, в незде я стараюсь не все яйца забирать, чтобы, не дай бог, какая-то мадам не придумала летать туда. Кто? Надо заглянуть, мне кажется, совсем скоро там должны быть цыпочки, да? Мадам! Пока? Ой! Это что? Нет! Нет, друзья, это не проклево. Это она что-то начудила, дуринда. Тут еще нужно выводиться. Это нужно принести скотч и заклеить. Это я уже сделаю. Потому что по зародышу еще рано. Проклюнула, что ли? Чокнутая. Непонятно. Ну, короче, дырка в яйце. Что-то начудило. Кыш! Вот так. Знаете, после этого ролика с Артемкой, он и сегодня приходил. Но я тут у свиней чистил, мне было недосъемок. Сегодня тоже гонял индюков такой. Молодец! Да? Ну вот, как видите, индюки уже достаточно хорошие. Им уже 5 месяцев примерно, это не точно, я не знаю, надо посчитать. Но они большие, поэтому, чтобы и не старые были, потому что, когда я убирал старше 6 месяцев, то уже было мясо жесткое. Вот серьезно. То есть, хоть они и растут до 6, может мы, конечно, не умеем его готовить, но вот мне кажется, что мне не жалко их убрать в таком весе, типа ждать супер большого веса мне уже не хочется. Потому что лучше немножко мяса нежного, чем много мяса. Конечно, на фарш хорошо, но отбивную не сделаешь. В супе в борще тоже такое жесткое, так что непонятненько. Курочка сидит хорошо, нужно будет скопировать, проверить под ней яйцо. Мне кажется, что уже будет видно зародыша, потому что сидит она, сколько уже дней, ну дня 3 точно сидит. Нужно проверить у нее малышню. На, оп, отобьешься. Поймаю, не поймаю. Оп, поймал. Вот такой уже достаточно толстенький, чистенький, не поносит, хороший, но глазки светленькие. Короче, только нервы им потрепал. Идите пейте, все. Еще мне написали, что по поводу вот этой поилки, притом неоднократно, типа, что в поилке мало воды. А вот как раз для утят вот эта поилка максимально мне нравится. Особенно я ее люблю вот так неровно ставить, чтобы вот отсек, где водичка вытекает, вот это отверстие маленькое, чтобы тут вода стояла, а вот здесь прям было почти пусто. И тут это единственные поилки, ну вот это такого, как вам объяснить, это единственные поилки, у которых вода не набирается поверх бортика. Вот прям чуть-чуть, вот прям мало-мало. И утки ее меньше всего разливают, потому что утки, это, конечно, свиноты, которые всю воду разливают. И получается, тут у них и воды нету сразу, и бардак стоит, болото. Но, как бы, вот эти поилочки, вот тебе теперь боится беленький, самые хорошенькие. Вот такие дела. Цыплятам поналивал. Кстати, вот он должен в цыпленок вылупиться, а я не знаю, куда его садить. Вторая курица бросила яйца. Вторая курица... Тихо. Ой, ага, тут водичка закончилась. Вторая курица бросила яйца и убежала. Ну, а одна сидит. И у нее, я вчера заглядывал, как все надо было, водичь налить. Вчера заглядывал, было на клюнутый цыпленочек. Вылупился, покажи. Нет, еще не вылупился, вот. Так, это он долго сидит, проклюнутый. Не очень хорошо. Ну, я потом сам просвечу, посмотрю. Это тут маленький еще зародыш. И тут маленький. Короче, непонятно. И тут маленький. О, тут завтра тоже вылезет. А тут, может, послезавтра. Ну, короче, сидит. Будут у нее тоже цыплятки. Шесть штучек осталось. Что с ними делать, я не знаю. Тут все хорошо. Водички нужно налить. Ну, это я сделаю сейчас без вас. Вот так. И, друзья, уже средина сентября. Ну, сегодня 10-е, да? Или 11-е, я не помню. Короче, 10-е число. И у нас до сих пор жара. У нас до сих пор сумасшедшая жара. Вот я управляюсь, и прям жарко, невозможно. И ночи до сих пор теплые. Это у меня скрашивали, как там цыплята, типа в клетках не мерзнут. Ну, я смотрю, 17-18 градусов на ночь. И большим цыплятам это не холодная погода, ну, температура, те, которые постарше. А те, которые с квочками, я вообще за температуру не слежу, потому что они все прячутся под квочку. Им нормально, как бы. Ну, вот так. И еще что вспомнил, пока воды набрал. Вот эта утка с шишкой на голове, она так и не сидит. Короче, я так яйца и не забрал. Ждал, что она все-таки сядет. Но то ли детвора ее отвадила от гнезда, то ли она одумалась. Короче, я ее сейчас не могу вам так найти. Ну, конечно, можно, если постараться найти. Но пока не вижу. Ну, короче, это не страшно. Я, на самом деле, отчасти рад. Так что, вот такие вот дела. Ну, у босечки. И вот эта ж тоже не сидит. А тут вот мамаша пришла. Иди. Давай. Давай, иди. Вот мамаша. Он видно? Давай. Иди. Давай, давай, назад. Иди к деткам, давай. И так каждый день. Улетает. А потом, типа, пусти меня. Давай. Во. Ага. А я ее ногой подсаживаю. Оп. Вот так. А дети уже крякать научились. Вы видите? Не просто. Ну, все, все боюсь. Выпустите это. Ну, не то, что боюсь, а думаю, что тут им лучше. Ну, все. Смешные, да? Мамка индоутка, а детки крякающие породы. И еще, знаете, очень, очень часто вижу в комментариях. Меня, вот, я уже много раз об этом говорил. И буквально даже вчера видел, что говорят, каких уток лучше держать. Ну, друзья, это же на любителя. Чтобы понять, каких вам лучше держать, перед тем, как заводить, просто пойдите на рынок и купите себе мускусную утку и кряколку. И вы поймете, какая вам вкуснее. А уже какую, как выращивать, вот это уже больше вопрос ко мне. У меня на канале миллион разных роликов, что и как, что едят, как вырастить. Ну, с утками абсолютно никаких проблем. Как вы видите, вот за сколько выводков, ну, как бы и в этом году, да и вообще все года, как бы, сколько вывелось. Зачастую все, что вывелись, все вырастают, и все живые, и все ровненькие. Очень редко, когда какой-то утенок пропадет. Очень редко. Так что в выращивании все просто. Ну, а вот на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Так что это вам нужно только попробовать. Ну, все. Все, молодцы. Вот такие вот дела. Все, друзья, тут управился. Пойдем на тот двор, да? Вот такие вот дела. Всем большое спасибо за то, что заказываете у меня продукцию. Извиняюсь. Нет, извиняюсь, неправильное слово. Извините меня, пожалуйста, если я не успеваю вам отправить тогда, когда вам, ну, как бы, хотелось бы, чтобы я отправил. Но, как бы, если все-таки хотите что-то у меня заказать, то пишите. Перепелиное яйцо. Индюшатина. Ну, на сегодняшний день. Возможно, конечно, и утку, но я боюсь их убирать. У меня там висит заказ. Я хочу извиниться перед вами. Потому что заказ висит давно. Я заболел, а потом я на уток смотрю, а они, мне кажется, в линке. И я боюсь их убрать, потому что они будут все в пеньках. Ну, и, короче, с утками это посложнее. То есть, если индюка ты можешь убрать в любую секунду, он хорошо ощипается, то с утками это не работает. Некрасивую утку я не хочу никому отправлять. Поэтому я немножко временю с этим. Возможно, потеряю клиента, но лучше клиента потерять, чем отправить ему птицу не такую, какую он хочет видеть у себя на столе. Так что, вот так. Ну, а ей лотки уже появились. Так что с перепеленным яйцом жду ваши заказы. И на инкубацию. У меня заказало 4 человека на инкубацию яйцо от крупных перепелов. Но от обычных есть яйцо и на еду, и на инкубацию. Можете звонить, писать или в инстаграме, или в мессенджере, в фейсбуке. Ну, где вам удобнее. Ну, и... Или на почту. Мне даже на почту пишут. Мне один человек писал, писал на почту по поводу поросят на мейл. Я... Это... Я ему ответил, что... Я немножко засмотрелся. Мне кажется, утка уже их обижает чуть-чуть. Вроде идет к ним, но обижает. Он мне спросил, типа, хочет купить поросят. Я в сообщении написал, вы откуда, чтобы узнать, ну, как бы, есть смысл с человеком договариваться или нет. Он написал, что здесь недалеко. Я ему отправил номер телефона, но он что-то мне не позвонил. Короче, непонятненько. Так что, вот такие дела. Все, друзья. Всем большое... Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего вечера. Ну, и всем пока-пока.